Здравствуйте! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о одной из наиболее популярных и безусловно заслуженных аккумуляторных машинок на нашем рынке. Хотел бы я поговорить о машинке Moza Chrome Style Pro. Машинка выпускается с 2001 года, то есть уже больше 15 лет. При этом претерпела несколько изменений за это время, но изменения все были в основном косметические. Единственное крупное функциональное изменение было, это то, что заменили аккумулятор никель-металл-гидриный на литий-олны. И переименовали Chrome Style в Chrome Style Pro. Все это приставочка Pro в названии обозначает фактически только то, что заменили аккумулятор. Итак, давайте возьмем упаковку и посмотрим, что же в ней лежит. Итак, открываем. Конечно же тут лежит куча макулатуры, которая нам неинтересна. Лежит, разумеется, сама машинка. Зарядный блок к машинке. Кисточка. Масло. Подставка. Набор на сады. Итак. Давайте рассмотрим все это немного подробнее и ближе. Итак, сама машинка. Насначается быстросъемным ножом. Производство МОЗов. На ножи марта не пишется бренд, пишется Made in Germany. Не знаю, насколько хорошо это видно. Нож немножко бликует. Тем не менее, думаю, разглядели. Имеется небольшой пузыречек масла. В принципе, учитывая то, что при смазывании капается всего одна капелька, этого вполне достаточно кисточка. Лично я предпочитаю вместо кисточек для чистки ножей использовать старые зубные щетки. Ну, это выглядит по-цивильнее. То есть, парикмахер, который работает с клиентами, наверное, все-таки не стоит работать обломанной зубной щеткой. Имеется в наборе четыре насадки. Набор, в общем-то, стандартный насадок. Три, шесть, девять, двенадцать миллиметров. Имеется подставка и зарядное устройство. Зарядку можно производить как напрямую, так и при помощи подставки. То есть, здесь у нас имеется разъемчик. Воткнули, поставили на тележку и заряжаем впредь именно в таком виде. Я категорически советую вам заряжать именно в подставке, а не на проводе. Очень советую вам не допускать такого момента, чтобы машинка у вас полностью разрядилась и пришлось работать от провода. Почему? Причины две. Во-первых, зарядное устройство моза мне очень хорошо себя зарекомендовало в том плане, что очень часто переламывается через несколько лет работы в этом месте. И второй момент. Разъем здесь нестандартный, чисто мозаевский. Поэтому купить какое-то другое зарядное не получится. Придется покупать именно зарядное устройство мозаевский. Ну, давайте поговорим о зарядном устройстве. Зарядное устройство типовое. Здесь евроразъем. При этом допускается использовать в сетях с напряжением от 100 до 240 Вольт. То есть, в принципе, везде в мире с частотой 50-60 Гц. То есть, в принципе, можно воткнуть в любую розетку, был бы соответствующий переходник. При этом выдает примерно 8,5 Ватт. Машинка заряжается в течение 60 минут и может работать до 90 минут непрерывно. Надо понимать, что 90 минут это фактически, если мы просто возьмем, наденем нож, включим и оставим машинку так работать. Если у нас будет какая-то существенная нагрузка, какой-то густой волос, то, разумеется, работать машинка будет в меньшее время. Мощность машинки. Нигде на упаковке у нас мощность не указана. Тем не менее, если покопаться в интернетах, то можно найти мощность 20 Ватт. Нигде на официальном сайте я подтверждения этому не нашел. Более того, используя нехитрые расчеты, используя то, что у нас машинка заряжается за час, расходуется заряд 1,5 часа и заряд осуществляется с мощностью порядка 8-9 Ватт. Получается, что в обычном режиме, когда просто без нагрузки работает машинка, мощность всего лишь порядка 5 Ватт. Много это или мало? Я вам скажу, этого вполне достаточно. Довольно простой тест на то, хватит ли мощности машинки для работы с мокрым волосом. Включаем ее и пытаемся остановить лезвие пальцами. У нас это не получится. О лезвии. Лезвие представляет собой ножевой блок. То есть, это не два отдельных ножа, которые крепятся винтами к машинке. Это быстросъемный ножевой блок. Такое решение очень удобно, в первую очередь, потому что позволяет довольно легко чистить, смазать, получать доступ к ножу. Есть ли у этого решения минусы? Ну, очевидных минусов нет. Единственное, иногда все-таки нож настолько забивается, что даже переключатель длины среза перестает работать, забивается там волосами. Тогда приходится его все-таки разбирать на части аккуратно, на каком-нибудь белом полотенце, чтобы было хорошо видно, что вы вытряхиваете из ножа. Тщательно запоминаю, где что лежит. И, чтобы ничего не потерять, можно его разобрать, прочистить, промыть. Причем, скажу по большому секрету, в большинстве случаев все загрязнения ножа отмываются просто водой с мылом или с фейри. И, главное, после этого просушить феном, как следует воздухом сдуть, чтобы ни одной капельки воды не осталось, смазать и собрать обратно так же, как было. Он же нож выполнен из немецкой стали, низколигированная, высокоуглеродистая сталь с прецизионной заточкой. Слово довольно страшное, прецизионная, фактически по-русски это означает высокоточная. То есть, ну, заточка до заточка, понятно, что сейчас все высокоточное. Имеется регулировка длины среза, при этом, по утверждению производителя, регулировка производится в интервале от 0,7 до 3 мм. Имеется здесь порядка 5 позиций, да, ножа от минимальной до максимальной длины среза. Расположение зубцов довольно широкое, поэтому окантовочные работы выполнить не получится. Ни в коем случае. Почему? В принципе, я говорил об этом, когда рассуждал, в чем различие между машинкой для стрижки и триммером. Волос будет болтаться между зубчиками. Поэтому отлично стрижет сухой волос, мокрый волос, загрязненный волос. Но окантовку делает очень грязно. Для окантовочных работ эта машинка не годится. Дальше. Насадки. Насадки, в общем-то, ничего такого сверхъестественного собой не представляют. Обычные пластиковые насадки, сдвижные, то есть они надеваются непосредственно на лезвие, надеваются довольно-таки туго. Со временем, к сожалению, как любой пластик, могут разбалтываться. То есть то, что сейчас очень туго налезает, через несколько месяцев эксплуатации может налезать уже довольно свободно, а через год-два свалятся. К счастью, насадки здесь претерпели изменения по сравнению со старой версией Chrome Style, изначальной, которая была несколько лет назад. Там насадки крепились на защелках к корпусу машинки, здесь они крепятся к ножу. И на сегодня вполне легко найти замену им. Сюда подходят насадки, во-первых, специально для Chrome Style, во-вторых, подходят насадки для Moser Primat, более недорогой машинки и более доступной по цене насадки. Учитывая то, что стандартная ширина, 46 мм, подходят насадки и других брендов. Например, из брендов первой величины это насадки Oster. Довольно удачные, хорошо держатся, идеально подходят к машинке Chrome Style. Коли уж мы заговорили об отличиях этой машинки от предыдущих ее версий, давайте посмотрим, в каком же виде сейчас выпускается машинка и в каком виде она выпускалась сейчас. Во-первых, существует две основных модификации на сегодня. Это Moser Chrome Style Pro черная и Moser Chrome Style Pro белая. Соответственно, черная это артикул 1871-20071 и белая 1871-20072. Помимо этого выпускаются лимитированные серии с корпусом под карбон, под змеиную кожу, еще не весь какие. Но все это такие ограниченные серии неизменных цвета на протяжении 15 лет. Два черный и белый. Какой же из них лучше? Ну, белый, на мой взгляд, гораздо симпатичнее, гораздо приятнее выглядит. Но надо понимать, что белый цвет это окрашенный пластик. Хорошо видно это, когда мы снимаем ножевой блок. Видно, что сам пластик такой молочно-прозрачный. И поверх на него нанесена белая глянцевая краска, которая со временем, конечно же, может откалываться. И кроме того, белый цвет довольно маркий. Особенно это проблематично для мастеров-универсалов, которые не только мужчины стригут, но и женщин красят. Может заляпаться краской на белом цвете, это довольно заметно. Черный цвет. Черный цвет это натуральный цвет пластика, из которого изготовлена машинка. То есть здесь никакого окрашивания нет. Облизать краской не будет, потому что ее просто нет. Тем не менее, со временем, такой пластик может также царапаться, приобретать не самый презентабельный вид, как любая вещь, которой много лет. Допустим, здесь моя домашняя машинка, уже далеко не новая, Мозер Хром Ставин. Без всякой приставочки ПРО. Обратите внимание, надписи на них нанесены немножко по-разному. Да, тем не менее, машинка имеет абсолютно одинаковые контуры. Отличия старой машинки с никель-металлогидридным аккумулятором и новой машинки с литий-ионным аккумулятором. Во-первых, машинка стала чуть-чуть полегче. Во-вторых, на корпусе исчезли специальные выступы, за которые раньше крепились насадки. А сейчас, как мы уже отметили, они надеваются непосредственно на нож. Старая машинка имела всего два винта под ножом, которыми она скручивалась. Все остальное крепление на защелках. Поэтому, если в машинке менялись аккумуляторы, машинка была старая, пластик уже подроссохся, то частенько такие защелки ломаются. И мы видим люфт корпуса, что не очень-то эстетично выглядит, да и не очень герметичный корпус получается. На новой машинке добавили два винта в задней части корпуса. Соответственно, при замене аккумуляторов, когда это такое все-таки случится, через несколько лет, при замене аккумуляторов корпус будет гораздо меньше разбалтываться, потому что будет не просто на защелках крепиться, а стягиваться винтами. Что еще необходимо отметить по старым и новым машинкам? Срок службы аккумуляторов, литий-ионных, несколько выше, чем у старых никель-металлогидридных. Продаются с литий-ионным аккумулятором машинки эти уже около двух лет. За это время нам по гарантии еще не... ну не по гарантии, и на постгарантийное откуда ни разу еще не приносили такие машинки с жалобой, что пора бы заменить аккумулятор. А действительно, аккумулятор хороший, долговечный. Основное его преимущество по эксплуатационным характеристикам то, что он не имеет эффекта памяти, и можно свободно заряжать аккумулятор этот в любой момент. Точно так же, как на современных мобильных телефонах. Увидели, что разрядился аккумулятор, знаем, что вот надо зарядить сейчас, потом шанса не будет, можем смело заряжать. В отличие от старых машинок, которые необходимо было разряжать полностью, прежде чем ставить на зарядку. В противном случае емкость аккумулятора деградировала. К плюсам данной машинки, Moser Chrome Style, Moser Chrome Style Pro, можно отнести наличие визуального индикатора уровня заряда. Когда заряд у нас полный, у нас горят все лампочки. Чем меньше заряд, тем меньше лампочек остается. Каждая лампочка, грубо говоря, 25% заряда. Если у нас осталось гореть одна только красная лампочка, тем более, если она подмигает, значит нам пора ставить машинку на зарядку. Кроме того, в данной машинке имеется звуковое оповещение о неполадках с ножом. К сожалению, наши люди инструкции не читают, поэтому часто прибегают, жалуются, что вот машинка ни с того ни с сего начинает пищать. Пищит она, в принципе, из того и с сего, сигнализируя о том, что нож ходит с усилием, а мотор прилагает какие-то повышенные усилия. Это значит, что нож нужно почистить и смазать. Если после этого проблема не исчезает, машинка продолжает пищать, нож надо заточить. Ну, а если уж вам не повезло и живете вы в месте, где нет заточников вообще или нет нормальных заточников, необходимо нож заменить. К вопросу о том, на что можно заменить нож. Во-первых, нож бывает стандартный, такой вот беленький, с длиной среза 0,7-3 мм. Помимо этого, выпускается такой же абсолютно внешний нож, но черного цвета. Это так называемый Diamond Blade, бриллиантовое лезвие. Бриллиантовое оно вовсе не потому, что там добавили бриллианты или не знаю, что алмазная заточка идет. Нет. Бриллиантовое оно называется из-за какого-то углеродистого покрытия. Само собой, никто там подробности технологии не приводит, но тем не менее, производитель обещает долговечность этих ножей до 40 раз выше, чем у обычных белых ножей. В 40 раз я никогда не поверил, но если вдвое дольше прослужат, то очень хорошо, потому что ценник на них практически одинаковый. Кроме того, имеются специальные ножи для стайлинга, выпускающиеся для этой машинки. Это так называемый нож All-in-One. Все в одном. Да, он позволяет там делать филировку и еще кучу всего. Но не будем вдаваться в подробности. Возможно, когда-нибудь запилим обзор отдельно по нашему. Итак, давайте в конце, как всегда, подытожим. Что можно сказать про эту машинку хорошего? Машинка. Наверное, самая популярная на сегодня в России аккумуляторная машинка. Почему? Потому что хорошая эргономика, хорошие мощностные характеристики. Аккумулятора хватает на полтора часа непрерывной работы, что, как правило, полностью закрывает смену у большинства мастеров. Плюс быстро заряжается. Если вдруг машинка села, можно ее быстро подзарядить и работать дальше. А если совсем никогда заряжать, можно работать от шнура. Хотя, повторюсь, это не рекомендуется, поскольку шнур довольно легко перегибается, перетирается. Комплектный нож 0,7-3 мм с регулировкой длины среза, окантовку делать не позволяет. Тем не менее, очень хорошая машинка, которая справляется с любым волосом, сухим, мокрым, грязным. Рекомендую. Когда меня спрашивают, какую машинку взять аккумуляторную, в первую очередь я рекомендую именно эту машинку. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал Енот по стрегу. Задавайте вопросы в комментариях, постараюсь на них ответить. На этом все. До свидания.